Всем огромный привет! Сегодня готовлю котлеты плесковица. Отличается она от обычной котлеты технологии приготовления и самое главное здесь фарш маринуется и поэтому отличается по вкусу от обычной котлеты. Готовится не сложно, а вкус божественный, ведь не зря ее подают в дорогих ресторанах. Ингредиенты самые обычные есть практически всегда под рукой. Берем фарш свиной 300 грамм и 300 грамм говяжьего фарша. Для них фарш я готовлю сама и пропускаю два раза через мясорубку. Добавляем одну чайную ложку соли. Теперь добавляем специи черный молотый перец, половину чайной ложки сладкой паприки и конечно же обязательно острый перец чили. Без него вкус будет совсем не тот. Выбирайте хорошего качества и без лишних примесей. Я беру фермикамис. Добавляйте на свой вкус и конечно же не перестарайтесь. Теперь вливаем 150 миллилитров газированной воды и хорошо все вымешиваем. Масса должна стать однородной и тягучей. Теперь хорошо отбиваем фарш, чтобы ушел лишний воздух. Сверху фарш поливаем растительным маслом 3-4 столовые ложки и разравниваем. Это для того, чтобы фарш не заветрился и воздух не проходил в фарш. Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 24 часа промариноваться. Прошло 24 часа, фарш достаем с холодильника и перемешиваем. Лук режем мелкими кубиками. Лука нужно не жалеть. Я беру одну большую луковицу и еще его рублю ножом. Добавляем лук в фарш и перемешиваем. Фарш делим на части. Я делю на 5 частей весом по 160 грамм. Из каждой части делаем ровный колобочек. И теперь из каждого колобочка делаем лепешку диаметром не меньше 15 сантиметров. Фарш эластичный, хорошо держит форму, поэтому большого труда это не составит. Жарить можно такие котлеты и на обычной сковороде и на гриле. Я предпочитаю их жарить на сковороде гриль. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем, кладем подготовленные котлеты и жарим на среднем огне с двух сторон примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Во время приготовления котлеты уменьшаются в диаметре, но при этом стают пышными. Готовые котлеты снимаем со сковороды. Нагар я смахиваю кулинарной кисточкой в сторонку и кладу следующую партию. Подаются такие котлеты с овощами. Я люблю с маринованным луком. Готовлю его так. Лук две головки разрезаем полукольцами. Кладем в подходящую баночку. Добавляем черный перец по вкусу. В сотейник вливаем 100 миллилитров воды. Кладем 1 столовую ложку сахара, половину чайной ложки соли и ставим на огонь. Как вода закипит, вливаем 30 миллилитров 9 процентного уксуса и снимаем с огня. Сразу заливаем подготовленный лук и оставляем мариноваться на полтора-два часа, а лучше на ночь. Готовый лук очень вкусный и отлично подходит к данным котлетам. Так из простых ингредиентов можно приготовить необычные котлеты и при этом удивить вкусом своих домочадцев. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!